Здравствуйте! С вами Ольга, эксперт по турам. В современном мире остро не хватает времени на то, чтобы вникнуть в информацию, прочитать и обратить внимание на нюансы, которые однозначно пригодятся вам в путешествии. Я же хочу, чтобы вы были осведомлены по важным моментам пребывания в стране и решила делать памятку своим клиентам в аудио формате. Таким образом вы можете ознакомиться с важной информацией, совмещаясь с другими делами, освободив при этом глаза и руки. Итак, моя первая памятка для моей подруги, которая летит на Хайнань. Уверена, она пригодится и вам. Я обязательно проговорю все, что касается документов, но сначала считаю важным напомнить вам, что на Хайнань не работает инстаграм, ютуб, фейсбук, а сейчас заблокировали ватсап. Контакт работает без проблем. Если вам никак не обойтись без социальных сетей, позаботьтесь об этом заранее. Вы можете подключить все свои программы, которые не работают в Китае через VPN. Например, дома на своем компьютере я использую VPN TunnelBear . Бесплатные ограничения до 500 мегабайт. Также многие советуют SuperVPN. Выберите свой, их очень много, есть как платные, так и бесплатные ресурсы. Скачайте приложение с VPN дома до отъезда на Хайнань. Если вам просто нужен мессенджер и не принципиален ватсап, тогда скачайте китайскую программу для общения WeChat. Также можно отправлять фото, видео и общаться по видеосвязи. По популярности в Китае ей нет равных, уже даже оплаты производят с помощью этого сервиса. Следующий важный момент – обмен валюты. Нам нужны юани. Расчет на острове возможен только в юанях. Оплатить картой можно будет в туристических местах, например, в отеле. В супермаркете, как правило, оплатить картой виза или мастер-карт не предоставляется возможным. Я рекомендую вам купить юани в России. Это будет максимально выгодно. Сейчас с юанами в российских банках проблем нет. Позаводьтесь об этом немного заранее и если в одном банке не будет достаточной вам суммы в валюте, чтобы была возможность съездить в несколько. Да, поменять доллары и евро на Хайнане проблем не будет. Вы можете это сделать в отеле или в банке, но это лишняя комиссия и конвертация. То же самое касается банковских карт. Я сама много раз бывала в разных городах Китая и даже проходила практику несколько месяцев, так вот с наличными юанями ты чувствуешь себя максимально комфортно. В аэропорту Хайнане курс менее выгодный, а также не рекомендую менять валюту на рынках, если вы все-таки прилетели с долларами или евро. Чтобы удобно считать траты, сейчас юань можно умножать на 10 и получать рубли. Как раз получится сумма со всеми банковскими комиссиями за покупку валюты. Что касается документов. Первое. Загранпаспорта на каждого человека. На детей дополнительно свидетельство о рождении, если вы родитель. Когда ребенок отправляется на Хайнань с одним из родителей, достаточно оригинала свидетельства о рождении и убедиться в том, что нет запрета на выезд за границу от второго родителя. В случае, если ребенок летит не с родителями, нужно предоставить нотариально заверенное согласие на выезд ребенка. Я всегда рекомендую делать копии этих документов с собой в дорогу, а также сделать фото на телефон и хранить на гугл диске или на почте. Бывают ситуации за границей, когда копии очень нужны. Об этих случаях можете прочитать в моем инстаграм по тегу ольга нижнее подчеркивание турэксперт. Пост называется копии документов. Дополнительно вы берете комплект документов, которые вам выдал менеджер. Абербилеты, ваучер и медицинская страховка. По порядку. Авиабилеты это маршрутные квитанции. Можете зарегистрироваться на рейс за 24 часа до вылета на сайте авиакомпании по номеру билета, указанному в квитанции. Сейчас в основном выбор места онлайн платный, но ситуация постоянно меняется, поэтому лучше уточнить непосредственно перед самым вылетом у меня, у своего менеджера или на сайте авиакомпании. Если зарегистрируетесь онлайн, распечатайте посадочный талон. Его могут спросить при сдаче багажа в аэропорту или распечатают новый. Регистрация в аэропорту начинается за 3 часа до вылета и заканчивается за 40 минут. Маршрутные квитанции по сути нигде не нужны, так как вся база пассажиров сейчас в электронном виде. Это больше памятка для вас с номером рейса и временем вылета. Кстати, время вылета также необходимо уточнить накануне, за сутки на сайте вашего аэропорта, у менеджера или на сайте авиакомпании. Я обычно проверяю несколько раз и контрольный перед выездом в аэропорт. По Хайнаню такая особенность, что рейсы в основном летают согласно расписанию, без задержек. По прилету вам нужно будет заполнить иммиграционные карточки на каждого человека на английском языке, поэтому для удобства рекомендую взять с собой ручки вручную кладь. Вам помогут в заполнении либо бортпроводники, либо будут лежать образцы на стойках в аэропорту. Второе. Ваучер. Ваучер вам понадобится непосредственно по прилету на остров. После прохождения паспортного таможенного контроля и получения багажа на выходе из аэропорта, вас встречает представитель туроператора, так называемый Трансфермен, который попросит у вас ваучер, чтобы отметить ваше прибытие на остров и показать, где стоит автобус, который повезет вас в отель. Трансфермен будет, как правило, в форме туроператора и с табличкой, например, «Жемчужная река», «Тест-тур», «Анекс». Далее ваучер понадобится вам при заселении в отель. На Хайнане опять-таки исключение, как правило, заселяют гостей сразу по прибытию. Очень удобно. При заселении могут забрать за гранд-паспорт, это правило регистрации в Китае. А также вам нужно оплатить депозит за номер примерно 100 долларов. Советую оплачивать наличными, можно юанями, можно в другой валюте. При выселении вам верну депозит, если вы не пользовались дополнительными услугами. Третье. Медицинская страховка. У вас с собой распечатанный бланк. Надеюсь, что она вам не пригодится, но если возникнет ситуация, требующая медицинской помощи, не бойтесь ею воспользоваться. Звоните по номеру, указанному на бланке, называйте номер полиса и говорите, что случилось, где вы находитесь. Далее сотрудники колл-центра вам подскажут дальнейшие действия. Страховки от туроператора, как правило, с франшизой 30-40 долларов. Эту сумму необходимо оплатить при обращении. Дальше. Если у вас случай признан страховым, дальнейшая медицинская помощь бесплатна. За свою практику путешествия мне приходилось сталкиваться со страховкой. Оба случая удачные оставили только положительные воспоминания. Могу дать личный совет мыть руки чаще в азиатских странах и носить с собой антисептик. Основные проблемы со здоровьем именно от этого. Если хотите более расширенную страховку детям или для активного отдыха, рекомендую отдельно купить их в страховой компании перед отпуском. Еще один организационный момент. Накануне вашего обратного вылета на стенде туроператора в холле будет вывешена информация о времени сбора для трансфера в аэропорт и уточненное время вылета. Как правило, ее вывешивают вечером за день до выезда. Другой вариант – это ГИР может отправить вам записку в номер. Четвертый момент – это виза. Китай – это визовая страна для граждан России. Но все очень удобно. На Хайнань оформляется бесплатный групповой список. Это делает ваш менеджер. Вам для оформления необходимо отправить скан-копию первой страницы за гранд-паспортом. Но есть нюанс, что по групповому списку вы не можете выезжать за пределы острова Хайнань. Не забывайте об этом. В других случаях можно оформить визу по прилету. Здесь об этом подробно останавливаться не буду. И еще немного о самом острове. Хайнань – южная провинция Китая. Климат комфортный. Столбик термометра здесь редко опускается значительно ниже плюс 28 градусов, а средняя температура моря плюс 26. Китайцы с трудом понимают английский язык. С русским даже проще. В самых популярных туристических местах китайцы выучили фразы на русском языке, которые помогут вам общаться. Я же всегда советую применять язык жестов, и проблем с пониманием друг друга совсем не останется. Как правило, на второй день после прилета гид туроператора назначит вам встречу. Сходите на нее. Вас ориентируют по острову и предложат экскурсии и дополнительные услуги. Да, не все гиды любят бесплатно делиться информацией. Кто-то делает упор только на покупку экскурсий у них, так как это их заработок. Но вы знаете, что это всегда ваше право. На Хайнане, как и в любой другой азиатской стране, есть много местных турагентств и очень заинтересованных в работе в туризме людей. Я часто покупаю частично и у гидов, и у местных ребят. Тогда все довольны. По местным агентствам имейте в виду, что нужно быть более убедительными, так как в данном случае ответственность туроператор себя полностью снимает. Поэтому уточняйте, будет ли входить страховка на время экскурсии. Обычно для ее оформления просят копии загранпаспортов. Спросите, будет ли русскоязычная группа и прочие организационные моменты. Я советую заранее почитать отзывы о местных гидах, которые работают на Хайнане и поискать группу ВКонтакте русских ребят, которые организовывают экскурсии. По поводу транспорта на острове. Проблем нет. Есть автобусы, мотобайки и такси. Такси по счетчику, поэтому не нужно торговаться. По мне так это удобно. Советую возить с собой визитную карточку отеля с адресом. А вот на шопинге торговаться обязательно нужно. И на рынках, и в крупных торговых центрах. Питание. На Хайнане так же, как и везде, есть различные фудкорты, кафе и возможность докупать ужины в отеле. Представлена как китайская, так и европейская кухня. Если идите в китайском ресторане, просите сделать блюдо не острым, если вам это необходимо. В Китае специфичные сладости, а если есть европейские, то достаточно недешевые. Поэтому частично можете взять что-то с собой для себя и детей. Также это касается любителей черного чая. При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти, необходимо поставить в известность представителя принимающей стороны, то есть вашего туроператора или сотрудников посольства России. Хайнань отличается высокой солнечной активностью, поэтому обязательно запаситесь средствами от солнечных ожогов и солнечными очками. Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым вам набором лекарств. Так как у россиян часто наблюдаются случаи возникновения солнечной аллергии, советую вам взять с собой противоаллергенные средства типа супрастина. Не носите с собой большие суммы наличными. Можно пользоваться сейфом в номере или на ресепшн. На Хайнане они почти везде бесплатные, а также храните ценности в ваших личных тайных местах. Уверена, они у вас есть. Многие советуют не хранить всю сумму в одном месте. Ключ от номера лучше всего сдавать на стойку регистрации в избежание его утери. В большинстве отелей нельзя выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Предварительно обязательно ознакомьтесь с перечнем предметов, запрещенных для выноса из номера. Такой список, как правило, вы можете найти в номере или уточнить у сотрудников отеля. Если в номере имеется мини-бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены. Скорее всего, эту сумму спишут с вашего депозита. Пожалуй, это все, что вам нужно знать перед отпуском. Остальное вам предстоит увидеть своими глазами. Если у вас появились вопросы, обязательно напишите мне. Желаю вам легкого сбора чемоданов и приятного отдыха. И помните, мы все поедем отдыхать!